Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов. Французский скульптор Мишель Коломб. Крупнейший мастер второй половины 15 начала 16 века. Данные я беру из Википедии. Родился около 1430 года в Британии, Франции. С его деятельностью связаны первые этапы развития французской ренессансной скульптуры. Вводил античные мотивы в пластику своих произведений и, что более важно, создавал новые по содержанию и форме образы. Именно такой работой является рельеф святой Георгии «Побеждает дракон» около 1509 года, окаймленный изысканным ренессансным орнаментом. Коломб создал тип надгробия, в котором нашли воплощение стоические отношения лица к смерти и прославление благотворительности покойного. Но в большей степени присутствие ренессансной стилистики отражает сами образы, величественно спокойные фигуры усопших, строго портретные черты их лиц. Ему приписывают группу положения в Агроу по Бацве Салям в 1496 года. Он автор медали в честь приезда Людойка XII в тур около 1500 года. Умер художник в 1512 году. Но так вкратце из переводной википедии о французском скульпторе, крупнейшем мастере второй половины 15-го начала 16-го века Мишель Коломб. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»